Ты знаешь, либо работает тот самый мой врожденный оптимизм, или как тот оптимизм, который в меня вкачан, про который говорю неоднократно, что в меня закачаны, знаешь, огромные тонны в моих резервуарах, в резервуарах моих оптимизма, либо все действительно на самом деле не так плохо, у меня какое-то ощущение, вот, начинает пробиваться светлое, что все разрешится в лучшую сторону, вообще все, ну, как говорится, значит, что требуется выдержка, это нормально, я, как говорится, ничего на это сетовать не могу, что касается моих дел, то, значит, и без того, что сейчас происходит вокруг священного ютюба, кстати, то, что происходит, пока лично я это не ощутил, то есть у меня тьфу-тьфу, все закачивается, правда, я еще не приехал в Мариэл, что я подозреваю, что по законам жанра, именно там-то меня и должна ждать гадость в этом смысле, но тоже, ну, думаю, что все будет нормально, но, понимаешь, так или иначе у меня, в общем-то, серьезные такие вопросы, не то чтобы проблемы, ну, в общем-то, проблемы, да, с тем, как мне, собственно, построить свою дальше деятельность и в целом жизнь, я уже говорил про то, что какое-то у меня было такое понимание и ощущение, что спокойной осени не будет такой, какая была в прошлый раз, прошлая осень, да и позапрошлая, позапрошлую осень я пересидел полностью в вакууме, в комнате своей скрипки, я занимался такой симфонией для скрипки совы, это первая соната из Аи, и, в общем, в итоге я сделал запись, я считаю, одну из своих лучших, у меня, в общем-то, не так их и много, и я тут их так говорю, прямо как какая-то звезда, я еще пока звездой не стал, ну, и, в общем, вот эти все мысли, что, типа, ну, 38 лет, 38 лет, это очень молодой возраст, это, во-первых, я мужчина, во-вторых, это еще даже не 40, это еще 2 года до 40, но как-то, понимаешь, когда вот YouTube под вопросом, а YouTube это одно из главных достижений в моей жизни, мой YouTube канал, сам понимаешь, то есть мне, в общем, становится не по себе от этого, что, получается, это будет зачеркнуто, но я думаю, не будет это зачеркнуто, я думаю, что, возможно, вот эти, вот это все временно как-то, временно, и потом все вернется, вернется трафик, и я даже думаю, что вернется монетизация, и, возможно, все это очень скоро наступит. По YouTube, вообще-то, если бы все продолжилось, то я бы мог вообще всю свою деятельность направить на свой канал, и это было бы, конечно, сейчас для меня самый оптимальный вариант, потому что мне нужна свобода передвижения, мне нужна, мне нужен свободный график, потому что, допустим, занятия скрипкой, они меня накрепка заплут дома, и, ну, там, какие-то выступления, там, записи и беспрерывные занятия. Ну, здесь я подумал о следующем варианте, что это, как сказать, что это будет, ну, тоже временно, ну, как бы так, да, то есть путем таких коротких концентраций, допустим, отмеряешь где-нибудь месяц, вот месяц сверхконцентрированных занятий, а потом там какое-нибудь выступление, а потом, значит, заниматься своими другими проектами. Ну, я думаю, что Добро победит. Я думаю, что мракобесие не утвердится снова на 1,6 обитаемой части суши. Я думаю, нет. У меня нет ощущения, что происходит какой-то конец, и что вообще происходит что-то плохое. У меня этого ощущения нет. Но, опять же, я повторяю, что, возможно, это мой врожденный оптимизм. Ну, а я еду на ящик на свой, я не знаю, что там будет с погодой, если будет, вот, собственно, такое же, да, все, то, конечно, это немножко затруднит мои дела. Ну, что же теперь делать? Во-первых, у природы нет плохой погоды, во-вторых, собственно говоря, для меня нет плохой погоды. И у меня с собой большой компьютер, когда я буду спокойно записывать свое прохождение игр, если уж так вот все будет поливать. А мысль у меня приехать в регистратуру, заявиться и все-таки снять свой собственный номер. Вот таким образом. Пускай там будет даже без удобств. Без удобства, это, конечно, довольно плоховато, но, я думаю, вопрос тоже решаемый. Вот, ну, посмотрим. Потому что, конечно, свой собственный номер, это будет совсем другое дело. Я буду спокойно, как говорится, по крайней мере, смогу спокойно спать. Но, с другой стороны, вот эта коммуна, которая там у моих друзей, да, вот, что я там сплю в проходной комнате, там, среди молодежи. Хотя я и сам молодежь, но не такая, как же, зеленая, как тамошняя. Это имеет свои плюсы. Конечно, это нарушает, так сказать, мою депрессивную обособленность. Мешает депрессивной обособленности. Но имеет свои преимущества. Преимущество то, что все-таки это общение. А общение это преимущество. Вот это вот. Это газораспределительная станция. Это пояснил Мишаня Драйвер 152. Я не знаю. Это вот так называемая крыша, которую я каждый раз отмечал по пробегу. Вот, сейчас отмечаю. В общем, посмотрим, посмотрим, как сейчас разберемся. Все по ходу. И, конечно, в общем-то, я действую концептуально. И я этому рад. Потому что вообще эта поездка, конечно, не должна была состояться. Но она состоялась, потому что это такой план. И я действую по запланированному. По той концепции, к которой я пришел. Хотя действовать трудно. Понимаешь, когда ты сам себе установил какую-то концепцию и ее осуществляешь, это трудно. Это то же самое, как частый предприниматель и у работодателя ты работаешь. У работодателя, когда работаешь, преимущество то, что все предустановлено, и ты просто выполняешь свои обязанности. А когда ты сам разработал концепцию, в которой ты продолжаешь сомневаться беспрерывно, и потом ты этой концепции следуешь, это, конечно, далеко не просто, ребятки. Далеко не просто. Ладно, сейчас надо будет мне все поставить на зарядку. Так, у меня смартфон мой пока заряжается, слава богу. Сейчас мне надо поставить камеру на зарядку. Что-то все пасочки у меня в конец разрядились. Надо сейчас заряжать. Сейчас я думаю телефон, поиск мысла камеру, присоединить к ноутбуку. На зарядку поставить. Вот, желаю хорошего дня. И как всегда будем держаться курса. И у меня светлое ощущение, ребят. Я считаю, что если четко, ясно мыслить, и делать свое светлое дело, то я думаю, что выгребем.